Всем добрый вечер, играю в Блиц на Лечеси. Решил опробовать новый формат. В чем суть этого формата, объясню по окончанию партии. И у нас разыграна славянская защита. И сыграю я слон g5. Ну, именно та ее разновидность, которая в англоязычной литературе называется полуславянская. И соперник здесь идет на вариант Батвинника. Конечно, с большим запасом главный ход е4. Этот же ход сильнейший, но давайте попробуем более редкое продолжение. В принципе, значительно более слабое, но тоже тут есть свои тонкости. То есть, таким образом, белых больше шанс отыграть пешку, но, конечно, это продолжение значительно менее амбициозное, чем е4. Имеет то преимущество, что позволяет сбить соперника с теорией. Хотя, если честно, и я сам здесь не то чтобы хорошо взбирался в тонкостях этой позиции. Черные могут выиграть пешку даже двумя способами. Там по е4 был возможен ход. Ферзь бьет c3 тоже вполне неплохо. Ну, ладец c1 может сыграть с темпом, я не знаю, сильнейшее ли это продолжение. Может быть, чуть точнее ферзь е2 и пытаться е4 провести. Давайте сыграем ферзь е2. Хотя, тогда мне е4 последует и не получается продавить пункт е4 сразу. Поэтому, наверное, все-таки ладец c1. Ферзь а5. Ну, мне для того, чтобы получить достойную компенсацию, то есть критически важно все-таки как-то протолкнуть е4. Иначе рассчитывать не на что. Поэтому пойду ферзь d3. Вот ферзь d3, конечно, не выглядит очень, скажем так, комфортным. В том плане, что в белых не оптимальная координация фигуры. Но мне кажется, что все-таки очень важно е4 провести. Соперник допускал слон f6. Но мне показалось, что пока рано брать на f6. Все-таки после gf черные получают под собственный контроль довольно важные центральные поля. Е5 в частности. И там было, мне кажется, сложнее наращивать инициативу. Следующим ходом я готов провести е4. Кунь е5 еще была возможность. Но соперник ее не допускает. Поэтому теперь е4 тем более логично. h6. У меня есть выбор, куда брать слона. Можно брать его на d2. Наверное, имеет смысл. И на отход ферзя в район полей d8 или c7 можно попытаться путем слон b4 отсечь черного короля. Теперь уже возникают какие-то конкретные атакующие идеи. Типа слон е6, fe, е5. С идеей ферзи 6 мат. В принципе, на самом деле, белые создали уже такую розу. Если сейчас соперник каким-то образом передаст мне очередь хода, я побью на е6, сыграю е5. Ну, собственно, мне предоставляют эту возможность. Не знаю, насколько это объективно сильно. У меня есть более простое продолжение на ребят c6. Ну, поскольку играю под запись, все-таки замачиваю что-то пожертвовать. Хорошо, поехали. Наверное, я так думаю, что не надо все-таки брать на е6. То есть какие-то есть другие ходы вроде c5, но они не выглядят очень убедительными. То есть у белых там должно что-нибудь хорошего возиться. Конь е5, кстати, интересно смотрится. Но опять-таки, конечно, тут трудно поверить, что черные выжимут после конь е5. На слоне е6 просто конь c6 и d5. Позиция черных разваливается по черным полям. Здесь очень широкий выбор добивающих возможностей. В ответ на слон g4 и конь е5, наверное, неплохо выглядят. Должны быть и другие пути. Было бы неплохо как-то ферзя перевести по черным полям поближе к вражескому королю. Ну, может быть, на слон g4, ферзь е4, ферзь е5 даже точнее. Все-таки конь c6 очень хорошую, надежную позицию занимает, наверное. Без нужды его трогать не стоит. Да, ферзь е5, и тут черный, конечно, получает мат. Хорошо, продолжаем с этим же соперником. Теперь он играет белыми. И ждем первого хода в его исполнении. Е4. Давайте сыграем е5. Все-таки я тут хотел толкнуть речь про то, что ход е5, он с концептуальной точки зрения, он, наверное, сильнейший. Но после е4 все эти рассуждения уходят в некоторой степени на второй план. Королевский гамбит. Тут ожидается веселье. Ну, давайте сыграем защиту шалопа. На самом деле, неплохой вариант. Находят способ борьбы с королевским гамбитом. Очень редкий. Наверное, объективно не сильнейший. Но достаточно любопытный. И черные и здесь, мне кажется, не рискуют объективно получить плохую позицию. То есть играть так вполне можно. Вот очень важно, конечно, было не взять на е5. Потому что в этом случае сломбит и всем очень неприятно. Спиринг, скорее всего, просто сыграю 2-0, да? И теперь у черных тут есть, на самом деле, несколько возможностей. Я думаю, что д и е в принципе возможно. Но хорошо, я все-таки сыграю g6. На самом деле, ход многоплановый. Тут черные подкрепляют коня на h5. Да, у белых есть какие-то конкретные идеи, связанные с еd. Потом ладья е1, но... Не знаю, вот мне кажется, cd довольно неплохо смотрится. То есть черные слегка портят собственную структуру. Но до того хода есть и серьезные преимущества. В том плане, что... Это пешкан д6, на самом деле, обеспечивает в вариантах черным фигурам поле е5. То есть кажется, что это совершенно незначительная особенность позиции. Но вот в каких-то вариантах может пригодиться. Например, после d5 я могу зарядить конь е5 и сбросить пешку. И там, да, белый формально отыграет материал, даже получит проходную в центре. Но у черных может получиться неплохая игра по черным полям. То есть там будет грозить слон c5, ферзер h4. Это конь h5. Он с одной стороны стоит на краю доски. И с другой стороны, при случае, может неожиданно поддержать инициативу черных на королевском фланге. То есть мы видим, что пока белые отыгрывали материал, их фигуры на ферзером фланге остались в некоторой степени. Неудел. Ладьян а1, конь на b1, слон на c1. Пока не играют. И вот уже хочется искать здесь какие-то пути к победе. Наверное, их пока нет, но сам факт, что надо проверять позицию, например, на предмет выигрыша форсированного за черных, намекает на то, что дебют для белых, наверное, все-таки протекал не лучшим образом. Пока белым шаг. То есть король f1, крозер h4 с этого, видимо, не выжат. То есть все-таки надо играть король h1. Здесь какие-то жертвы или конь g3, мне кажется, пока не проходят. Но можно просто сыграть крозер h4. Явно поставил этот конь e4. И там какой-нибудь конь g3. Конь g3 fg. Висит мат на h2. На h3 слон бьет h3. Но, наверное, белые там не устоят. То есть может быть позиция просто выиграна уже. Правда, единственное, я как-то недооценил тот факт, что черных в белых, и, по ощущению, есть просто взятие на h5. Здесь эта позиция, на самом деле, еще, по крайней мере, белые живут. Мне надо выбрать, кем брать. И, наверное, все-таки стоит взять пешкой. У меня сохраняется какие-то амбиции поиграть на мат. Может быть, правда, я не до конца обоснованный. С другой стороны черные. Довольно неплохо выскакивают. Как-то на ферзе f1 есть ход ладей е8. Не знаю, какой ладьей. Дица, конечно, слегка выходит из-под контроля. Но должна быть все-таки очень хорошей для черных объективно. Ну, давайте сыграем ладьей, наверное, а на е8. Не знаю, мне трудно будет отличие найти. То есть я уверен, что какие-то отличия есть между ходами ладьей а на е8 и ладей f на е8. Но вот в слабер-блиц партии совсем понятно, в чем они заключаются. Наверное, белым надо просто брать на c5. И на ладей е1 брать на f4. С ладей f1 на ладей f1, кстати, получается две фигуры за ферзя. Фигура расположена у белых отлично. Но может быть, у меня там есть какая-то конкретная тактическая идея. Вроде ладья c8 в конце или что-то такое. Объективно, конечно, черные должны здесь владеть существенным перевесом. Ферзь есть ферзь. Так, а g3 осмотрел ход, и мне казалось, что здесь можно уже веселые какие-то идеи проводить. А может быть, пока и нет. На самом деле. Так, fg, конь f6, ферзь f6, ладья е1, слон f1. И там мне уже грозит вечный шаг. Неприятно. Ну, значит, просто надо брать fg. И на конь f6 просто отступать королем в угол. Ладно, соперник играет по-другому. А здесь вот ход ладья е1, похоже, завершает борьбу. Ну, правда, нельзя забывать, что в данную секунду у меня всего 24 секунды до падения флага. Играем мы без добавления. То есть, если соперник здесь каким-то способом все-таки найдет возможности продолжения боевой, то у меня будет шанс уронить флаг. Ну, с другой стороны, целый ферзь висит. Надо, видимо, как-то, не знаю, даже не совсем понятно, как белым от мата защищаться. То есть, видимо, все-таки сопернику придется признать свое поражение. Слон е2, но здесь должно что-то найтись, совсем лобовое. Слон е2 можно сыграть. Наверное, слон е2 сильнее всего. Просто слон f3. Кстати, забавный мат, то есть, все фигуры как-то переразны, и причем много фигур висит, и у белых, и у черных, но вот белым мат. Ну, а теперь, скажем так, небольшая особенность этой рубрики. Конечно, довольно большое количество людей, которые записывают свои БЛИЦ партии, этим уже занимались, но вот мне хотелось бы, насколько площадка ЛИЧС позволяет это сделать, мне хотелось бы сейчас открыть обе партии по порядку, и просто провести их компьютерный анализ. И заодно, соответственно, рассказать вам, какие были допущены неточности. Так, запросить компьютерный анализ, и ждем. Сколько я понимаю, скорость вот этого, проявления вот этого компьютерного анализа, она не зависит от мощностей, мощностей компьютера. Это, в любом случае, анализ производится на сервере самого ЛИЧСа. Но я не думаю, что он займет больше минуты, так что, скорее всего, мне не придется. Участвовать в каких-то отвлеченных разговорах. Вот он производится в обратном порядке, судя по всему. То есть, от последнего хода к первому. Кстати, отпишите в комментариях, почему так происходит. Это не только наличие, а в принципе. Даже, например, в Часбейзе встроенный анализ партии, автоматически он производится от последнего хода к первому. То есть, такой ретро-анализ. Просто ли это дань традициям, или есть какой-то реальный смысл вот именно в таком проведении анализа. Хорошо. По большому счету, здесь получился дебютный разгром. То есть, наверное, серьезно что-то анализировать тяжело. Слонжи 5. Ну, здесь у черных два популярных продолжения. А6 и ДЦ. А6 последние годы все-таки встречается чаще. ДЦ это вариант ботвинника. А здесь, конечно, просто Е4, Б5 и Е5 получаются дикие осложнения, которые требуют очень хороших познаний в теории. Но вот А4, в принципе, как оружие на одну-две партии его можно применять. Здесь черные должны, на самом деле, конкретно реагировать. Вот с том Б4 и Ферзе 5 в том или ином порядке обеспечивают им неплохую полицию. В принципе, здесь 7, Е3 мне нравится меньше, потому что все-таки здесь белые либо отыгрывают пешку, либо вот, как в партии получилось, черные сумели сохранить лишний материал, но ценой существенных позиционных уступок. И вот до поры до времени, по крайней мере, я играл нормально. Видимо, знаю, видимо, конь Б6 не самое лучшее решение, потому что после этого мой соперник вернул коня на место. Ну, движок рекомендует конь Б4. Действительно, материал там не выигрывается. То есть, наладя А1, что происходит, видимо, видимо, Ферзе 3 на ладья А1. Но, в любом случае, ладья А1 не стал бы играть, провел бы Е4, скорее всего. Ну, у черных уже было бы две лишние пешки, но у белых довольно мощная инициатива. Ну, а после конь Б7, Е4 получилось все это практически бесплатно. Действительно, слон Д2 неплохое решение. Здесь ладья А6, в принципе, как я и думал, все-таки проще и сильнее. Но вот я соблазнился этой идеей пожертвовать материал. Похоже, что правда, после ФЕ Е5 черного очень тяжело. То есть, надо играть королев 7. Здесь белые отыгрывают фигуру. Черный король в еще большей беде находится, чем это было до того. Ну, вот движок указывает возможность С5, после которой, видимо, белые не могут как-то форсированно победить. То есть, можно сыграть слон Д7, после чего будет равный материал, у белых сохранится некоторая инициатива. Я бы, скорее всего, конечно, сыграл бы Е5. Ну, и здесь позиция черных по-прежнему очень опасна. Но вот движок пишет, что можно просто взять на Е5 и в ответ на ферзь Б5 так вот цинично сыграть конь ЕД7. Ну, трудно поверить, что здесь черный не получает мат, но с другой стороны, вот 0.6 оценка, это довольно мало. В партии мой соперник перенервничал сыграл конь Е5, ну и, конечно, произошел непосредственный разгром. Ну, и теперь попытаемся аналогичную процедуру провести со второй партией. Здесь был сыгран королевский гамбит, защита шалопа. Так, судя по всему, кто-то уже осуществил, да, компьютерный анализ, сэкономил нам время. Да, защита шалопа, ну вот, хорошо. В принципе, вот эту позицию я знал. Здесь у черных полный порядок. На самом деле, вот не верите оценке полпешки в пользу черных. Белые должны здесь уравнивать, но не более. То есть, в принципе, этот вариант стоит довольно надежно. Вот движок пишет, что сломит Д6 даже сильнее. Но, опять-таки, эту позицию когда-то смотрел. И мне казалось, что ЦД значительно надежней. То есть, да, видите, белые отыграли пешку, но эта позиция очень комфортная играть в плитце. И действительно здесь, конечно, стоило взять на Х5. То есть, сразу избавляясь от всех этих атакующих возможностей. Ну вот, например, после GH, как за Х5, движок совершенно справедливо указывает сильную идею FXB6 шаг. То есть, дело здесь не в шаге, а в том, что ферзь при случае может подключиться на поле G6. Ну и, видимо, черный сохраняет здесь некоторый перерез. Правда, конечно, код слоны F6 в условиях Blitz Party сделать очень тяжело. Практически невозможно. Скорее всего, сыграл бы Ферзь G6. В этом случае белые получают две пешки за качество. По-прежнему компьютер считает, что черный здесь борется за перерез, плюс слон F5, наверное, движок прав. Но все-таки, опять-таки, игра объективна на три результата. Код к констере оказался значительно слабее. И здесь я начал атаковать белого короля, ЖАЖ. Ну и вот, опять-таки, в принципе, компьютер все еще не убежден, что черный здесь решающий перерез, несмотря на существенное материальное превосходство. Ну, конечно, отходок на Е4 очень тяжело воздержаться в условиях, скажем так, Blitz Party, опять-таки. Но ход-то это сделок, и я, на самом деле, неправильно на него отреагировал. Здесь ход ладья Е8 побеждал сразу по еще не куньце 5, ладья Е1. Если белые пытаются зацепиться за пункт Е4, пытаться придержать линию Е, то после слона Е5 все равно эту фигуру сбивает, и белые здесь сразу проигрывают, то есть теряют огромное количество материала. Я довольно быстро строгал с ладья Е4, соблазнился идеей напасть на ферзя, но вот после ферзя Ф1, ладья А на Е8, действительно, куньце 5, конечно, было строго необходимо. После ладья Е1, слона Ф4, черный выигрывает ферзя. Таким, мое здесь чутье меня не подвело, все-таки объективно позиция должна быть выигранной, но по-человечески мне было бы крайне неприятно играть, вот в такой ситуации. То есть, белых две фигуры за ферзя, еще одна лишняя пешка, и все фигуры расположены очень неплохо. Например, ладья А8, который я собирался играть. Видите, по причине кунь Е4, кстати, красивейший ресурс, здесь перевес черных тает, судя по всему. То есть, на ладья А4 идея, на ладья А4 идея слон G5, да, и белые отыгрывают материал. Движок пятки, конечно, продолжает здесь феррить, и считает, что черные удерживают перевес. Видимо, единственным ходом слона Ф3, очень красивый ход под два боя. На ЖФ тебе поставят ферзя Ф4, на ладья Ф3 просто ладья А4. Вот у ферзя, видите, появилась возможность, скажем так, появились дополнительные поля, поля Ж4, вообще поля по четвертой горизонтали. Здесь, скорее всего, черные выигрывают, но, конечно, пристряла бы еще довольно долгая борьба. Ну, соперник мне помог, сыграл уже 3. Здесь я пытался проверить какие-то жертвенные идеи с ладья А4, ЖАЖ и ладья Е1, но в последнюю секунду, вот я в ВМ-парте это заметил, что белые не обязаны брать на Ф4, после чего слон Ф3 им мат. Ну, на ферзе 1 тоже слон Ф3 мат. Вот здесь ход КЖ2, он, видимо, единственный ход, но достаточный. Я здесь никак не могу решающим образом продолжить атаку. То есть на Ф3 просто следует король Ж3, видимо. Да. И белый король убегает. Поэтому пришлось сыграть прозоричное Ж. Ну, и... Да, вот такое вот примитивное отвлечение. Здесь, конечно, ладья Ф1 тоже элементарно выигрывает, но в основном Е2 более убедительно. Но на этом партия закончилась. Всего спасибо за внимание. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу такого формата. Ну, и, конечно, в будущем я постараюсь все-таки подбирать, наверное, более сильных соперников. Но вот в такое время суток на Личеси довольно тяжело дождаться партии с высокорейтинговым шахматистом. Так или иначе, надеюсь, что вам понравилось. Всем спасибо. С вами был Никита Петров. Продолжение следует...